Про юридические последствия это отдельно нужно рассказывать. Я пугаю своих ординаторов каждый обход про то, как они пишут карты, про юридические последствия. Но судя по тому, что ничего не меняется, то подозреваю, что люди совершенно не пуганы. Думал, насколько глубоко рассказывать про ошибки, чтобы не залезать в последующие два доклада, поэтому постарался сделать, чтобы действительно не наслаиваться. Для начала, чтобы понимать об ошибках, хорошо бы понять, а как вообще лечатся гермоногенные опухоли у нас и на постсоветском пространстве. Система онкологическая была, служба одна и та же, а в России нет нормальной статистики. Вот я наткнулся на две интересных публикации 2020 года. Одна посвящена результатам лечения гермоногенных опухолей на Украине. И мы видим, что на самом деле показатели крайне грустные. Даже при первой стадии пятилетняя общая выживаемость варьирует в зависимости от метода лечения 75-85%. Это кошмар. Это, в принципе, если с первой стадии вообще ничего не делать, ну хотя бы яичко удалить и просто дальше уже их пустить в свободное плавание, вот, наверное, должны, в принципе, получиться такие результаты. При второй-четвертой стадии заболевания, ну четвертой, понятно, нет, видимо, старой еще использовалась, там классификация, ТНМ, боксинг, 55-75%. Это, опять же, результаты такие, как бы в эпоху, ну, конечно, уже как будто бы платина появилась, но каждому второму больному, наверное. Белоруссия. Знаете, примерно такие же, наверное, показатели по выживаемости. Может быть, несколько получше пятилетний показатель выживаемости при первой стадии заболевания. Однако, если мы посмотрим на семеному с отдаленными, например, метастазами или несеменому с отдаленными метастазами, то цифра, опять же, в районе 50-60%. Это, в целом, на круг распространенных герминогенных опухолей. Это крайне невысокие показатели. В России, к сожалению, нет нормальной статистики. Мы знаем, сколько пациентов с герминогенными опухолями заболевает, но почему-то не знаем, сколько умирает. Эти данные удается получить, по крайней мере, в открытом источнике, только почему-то от товарища Ферлея, который в Европе Journal of Cancer это публикует. Вот в 2010 году он публиковал, что происходило в 2008 году. Не знаю, откуда получаются данные им, при том, что мы их сами не видим. Ну, наверное, работает ЦРУ. Так вот, в 2008 году в России было вылечено, если так в целом на круг, я просто взял, поделил число умерших больных от впервые выявленных. Понятно, что так делать, конечно, не совсем можно, но тем не менее. Ну, 64% всех опухолей. На тот момент в странах Западной Европы вылечено 94% больных. 2018 год. Прошло 10 лет. Товарищ Ферлей продолжает трудиться на благо науки и вновь опубликовал данные. В общем, в России ситуация улучшилась с 64% до 78%. Европа тоже, как могла, подтянула. Конечно, ну, выше 100% прыгнуть сложно. Вот при хорошей организации медицинской службы, в общем-то, можно вылечить 97%, это популяционно, да, все стадии, вы понимаете, 97% всех опухолей яичка. Цифра одинаковая, число умерших, самое главное, что в России, что там, при том, что разница в числе больных вы видите, да, у нас 1500 было в случае в 2018 году, здесь 9600. Ну, в Санкт-Петербурге вот отдельно удалось найти, у них свой регистр есть. В 2018 году было 86% общепопуляционной выживаемости. Я думаю, онкологическая служба Санкт-Петербурга – это не самая худшая уж точно служба в Российской Федерации, но, тем не менее, в целом до Западной Европы далековато. Могут ли эти данные воспроизводиться на национальном уровне, столь вообще хороший результат лечения герминогенных опухолей, пожалуйста, страна самой большой заболеваемостью герминогенными опухолями, это Дания в Европе, по крайней мере, ну, в принципе, и в мире, там, Дания и Норвегия. И вот страна, которая показала, что за счет правильной организации процесса, они просто сконцентрировали всех пациентов в нескольких центрах, ну, благо, страна компактная, это, в общем, можно сделать, к тому же, доступность медицинской помощи там хорошая, в общем-то, нет никакой частной медицины особенно, и мы видим, что в целом на популяционном уровне это при распространенной герминогенных опухолях, еще раз, это метастатически, это не первые стадии, удается достичь вот таких показателей. 95% семеном вылечивается, и если разложить по прогнозам IGCCG, 97, 87, 66% пятилетняя выживаемость. В чем причина плохих результатов Российской Федерации? Ну, и, в принципе, наверное, это можно экстраполировать иностранной Восточной Европы, потому что, на самом деле, как бы я говорю, что у нас так плоховато, у нас там в Украине и, допустим, Белоруссии, это по тем, что у нас есть открытые источники. На самом деле, если мы посмотрим данные по выживаемости больных Восточной Европы, возьмем даже Польшу, Словакию, на самом деле, они тоже прилично уступают, они где-то так вот между нами, наверное, находятся и Западной Европой. Имеется в виду западные, это западноевропейские страны. Так вот, я бы разложил следующим образом. Значит, ошибки патоморфологические, но это, понятно, ставят не те диагнозы. В последние годы, по моему мнению, все-таки значительный прогресс произошел. Если, наверное, там в 2000 году, ну, буквально в каждом, наверное, втором случае были просто такие фактологические ошибки, семеномы с несименомами путали, в общем, не могли поставить с алькинтеоденкарциномы вместо еще чего-то, в общем, ужас был. То на сегодняшний момент как-то вот с патоморфологами, на мой взгляд, ситуация улучшается. Стали описывать факторы риска при первой стадии заболевания. Дальше химиотерапевты. Ну, у химиотерапевтов как бы две проблемы, как в России у нас две беды, да, дороги и дураки, вот. То у химиотерапевтов, собственно, две беды, это или недолечивают, или перелечивают. В чем заключается перелечивание? Ну, если тезисно сказать, при первой стадии заболевания, например, нередко там не мониторируют уровень маркеров после операции, проводят там три курса БЭПа при первой стадии, это обычная история везде, в Москве, в нашей стране, потому что считают, что если маркеры повышены, ну, исходно-то, конечно, у человека есть яичко, они повышены. После первой операции их никто не перебирает. Ставят, что это S-стадия, S1 какая-нибудь, значит, автоматом говорят, что это какая-то вторая стадия заболевания. Открывают Клинрек, начинают классифицировать этого пациента с первой стадии по IGCCG, хотя IGCCG классификация, она вообще к другому, она к метастатическим опухолям яичко относится, а не к первой стадии заболевания. Ну, и со словами, у нас в нашей клинике замечательные результаты с тремя БЭПами при первой стадии, конечно, с шестью БЭПами-то будет еще лучше результаты при первой стадии заболевания. Этим больным проводят химиотерапию. Второе – это недолечивание. Недолечивание здесь скорее заключается уже не в первой стадии заболевания, а недолечивание при распространенных опухолях. И здесь недолечивание заключается в том, что не могут провести правильные курсы БЭПа вовремя, в правильных дозах, потому что эти гермогенные опухоли – это те опухоли, при которых крайне важно поддержание все-таки дозоуплотненности, так скажем, лечения. И, к сожалению, нужно сказать, что онкологи, именно онкологи, не гематологи, в общем-то, как-то не очень приучены, ну, в основном-то чем мы занимаемся-то, да, так если разобраться-то в общей сети? Ну, занимаемся проведением палеотивной химиотерапии. Ну, что такое наша палеотивная химиотерапия? Ну, пришел к тебе больной с метастатическим раком поджелудочной железы, который что-то себя плоховато чувствует, вот что-то, вот, ох, в процессе химиотерапии, ну, слушай, еди недельку дома, отдохни, восстановись, там, туда-сюда. Любая малейшая проблема, там, где мы занимаемся палеотивным лечением, ну, чего напрягаться-то, на самом деле, ну, это и не нужно, в этом нет медицинской составляющей, что-то бороться с какими-то через, через не могу заниматься проведением химиотерапии, потому что никто не показал, что дозовая интенсивность при большинстве опухоли при проведении палеотивного лечения, она сказывается на результатах лечения. При герминогенных опухолях не та ситуация. Гематологи, да, вот они умеют, пациента с острым лейкозом, через, там, агронулацитозы, через переливание компонентов крови, как-то это у них само собой. Но, к сожалению, они не лечат герминогенные опухоли, да, а это отдано в общую, так скажем, сеть, которая, в общем-то, не очень готова, чтобы кто-то в регионах, в каком-то диспансере проводил химиотерапию в условиях реанимации, я не помню, я таких не видел больных, как это зачастую. С распространенным герминогенными опухолями приходится делать, например, там, в экологическом центре Блохина, да, это обычная история, пациент лежит в отделении реанимации, получает химиотерапию. При том, что отделение реанимации есть в каждом диспансере. Ладно, в ЦАОПе его нет, но в диспансере-то в каждом областном есть, но чтобы кому-то взбрело в голову, да нет, конечно, ему проще снизить дозу в два раза, откажут в проведении химиотерапии. Поэтому вот это проблемы, так скажем, химиотерапевтов и хирургов. Ну, у хирургов тут одна проблема. Перелечивание за хирургами не замечал, а вот недолечивание – это, конечно, оправа налево. Дело в том, что крайне важно в лечении несименомных герминогенных опухолей – это удаление всей резидуальной опухоли, которая остается, и зачастую это, конечно, требует большого мастерства хирургов. И зачастую, к сожалению, в нашей стране, ну, как бы хирурги там, я прекрасно понимаю, в каком-нибудь небольшом диспансере, ну, не может, не умеет хирург делать такие заброшенные лимфоденоктомии, с протезированием артерии, не будет он это делать. Ну, ладно, не умеешь это делать, но скажи, что ты не умеешь делать, а не то, что больному это не показано. И пошли больного там, где это сделают. Да, вот самое плохое – это, что консилиум принимает решение, что это делать не надо, а решение это принимается только потому, что почему-то центр, в общем, стесняется признать, что, как бы, это надо, но мы это не можем сделать в своих условиях. Поэтому вот третья вот эта составляющая. Ну, пример. Пример от 17-го года. Пациент лечился в, ах, где-то недалеко от Москвы лечился он. Первая статья заболевания – эмбриональный рак, правая яичка. Притом диагноз был эмбрионального рака поставлен правильно. Действительно, пересмотрели, это не по отморфологии ошиблись, эмбриональный рак, лимфоускулярная инвазия. А вот дальше смотрите, то, что желтеньким я внизу подчеркнул. Значит, какое решение принимает химиотерапевт? Такое неожиданное решение. Они провели один курс химиотерапии, БЭПа, и плюс лучевая терапия. 20 грей на забрюшинные лимфоузлы. То есть то, что при несеменомах вообще не применяется. При семеномах можно сделать 20 грей, тогда непонятно, к чему один был курс химиотерапии, такой не очень понятный подход. Или уж 20 грей проводи при первой стадии адюванта, или уж сделай один курс химиотерапии. Ну, в общем, ни то, ни сё. Они как-то решили одновременно на двух стульях посидеть. Ну, в общем, сделали как-то и то, и другое. Дальше пациент, по сути дела, не наблюдался. Мы, конечно, можем говорить, что этот пациент сам дурак, что он, в общем, не ходил на обследование, но на самом деле нужно сказать, что, конечно, это проблема, большая часть это проблема не пациента, а это проблема нашей службы. И нужно в этом признать. Значит, у нас настолько мы хорошо смогли, а, донести до пациента, что это нужно делать, а, во-вторых, видимо, настолько френдли система, что пациенту туда не очень хочется идти. Если пациенту для того, чтобы прийти на очередное обследование, нужно каждый раз зайти, получить 57-ю форму в поликлинику, с этой 57-й формы он должен записаться туда, там ему выдадут ещё одно направление, с того направления третье, четвёртое. И вот это банальное обследование, которое должно занять один день, на это он должен потратить неделю времени, это молодой парень, который бегает, у которого, к примеру, я фантазирую, у него маленький ребёнок, ему нужно работать, кормиться, и в этот момент он должен ещё что-то бегать, тратить неделю своей жизни, раз в два месяца для того, чтобы получить какие-то направления, что-то пройти. И всё это через вот такое «не могу», преодолевая наши реалии, то, конечно, пациент не будет соблюдаться. А потом мы можем, конечно, честно говорить, сказать, что это пациент, ему, конечно, рекомендовали, а он это не сделал. А почему он это не сделал? Понятно, почему. Ну, в общем, пациента выявляют уже с метастазами в лёгкие до 6 сантиметров, это у пациента уже был промежуточный риск по IGCG, и, в общем, его начинают лечить, уже лечить по поводу прогрессирования заболевания. Вот ему проводится вот такой курс химиотерапии, блеомицин, значит, блеомицин правильные дозы, цисплатин двойные дозы, значит, 200 процентов, то есть 80 миллиграммов 5 дней подряд, и топозит, наоборот, лишь 20 процентов от необходимой дозы. Странно, что пациент лечение переносит тяжело, у него даже тошнота четвёртой степени и рвота второй степени. И, в общем, как-то плохо он переносит лечение, даже странно. И, ну, в общем, в любом случае, никоим образом второй курс ему такой же, по-моему, пытаются провести с интервалом в полтора месяца, когда он восстановился. А потом, в общем-то, тоже по просьбе пациента. То есть не сама медицинская организация честно хочет сказать, что, слушайте, мы что-то не справляемся, у нас вообще что-то не так происходит, хотим с вами посоветоваться по поводу этого больного. Нет, как бы мы сами-то не хотим, а вот, ну, извините, вот пациент такой занудый, что просит на консультацию в РОНС. Он приехал в РОНС, его потом подхватили, полечили, но, к сожалению, уже всё было поздно, и, конечно, в итоге пациент умер от прогрессивного заболевания, там, два года спустя. Ну, по поводу ошибок, буквально ещё последние пару слайдов. Ну, вот данные с Канады по поводу расход... Только у меня прервалось? Я, наверное, не туда нажал. Хорошо. Значит, по поводу расхождений в оценке партморфологических препаратов, и мы видим, что частота вот этих расхождений составляет между крупными центрами и мелкими центрами, она составляет до 37%. Это достаточно, в общем, значимые показатели. То есть необходим пересмотр гистологических препаратов. Можно ли в своё время Эйнштейну приписываются слова, что это сумасшествие продолжать делать то же самое в надежде получить другие результаты? Потому что ты вот делаешь эксперимент, а у тебя нет. Ты всё равно делаешь, всё равно делаешь, пытаешься, в общем... Это как крайняя степень занудства, продолжать вводить неправильный пароль в компьютер, когда он тебя, наконец, пропустит. Вот. Вот это из этой же серии. Вот в медицине это не работает. Ведь ничего же нового-то не произошло за все последние годы. Да, БЭП используется с начала 80-х годов комбинация, ну, с середины, наверное, 80-х годов комбинация. Это хирурги оперируют, вроде там, вторая линия терапии. Ну, никто не сказал, что тип лучше, чем ВИП, а этот ВИП давно используется уже. А посмотрите, какой всё-таки прогресс в улучшении отдалённых результатов произошёл, если мы сравним результаты начала 90-х годов и результаты уже 21-го века в улучшении пятилетней выживаемости, как безрецидивной, так и общей выживаемости. То есть можно за счёт оттачивания имеющихся наших ресурсов не нужны новые препараты. Они нужны, конечно, но имеется в виду без появления новых препаратов, дорогостоящих, каких-то антител, иммунотерапии, ещё чего-то, можно улучшить отдалённые результаты. Ну, вот один из примеров анализов Национального регистра Соединённых Штатов, которые посмотрели, зависит ли результаты лечения от того, сколько в клинике проходит герминогенных опухолей. И вот посмотрите, как раскладываются результаты при разных стадиях заболевания. Наверху, несложно догадаться, самые верхние кривые – это центры, через которые проходит наибольшее количество пациентов. Таким образом, чётко видно, что залог успеха в том числе – это концентрация пациентов в крупных клиниках. И, в общем-то, это, конечно, мы даже в своё время прописали в клинических рекомендациях Минздрава, что пациентов с распространёнными стадиями герминогенных опухолях нужно или направлять на лечение в опытные центры, даже вставили рекомендацию, по поводу этого была публикация в своё время, не менее пяти пациентов с неблагоприятным прогнозом в год, и для удаления хирургического лечения тоже нужно направлять в специализированные медицинские центры. Либо, если вы не можете, допустим, на химиотерапию направить, ну, хотя бы провести телемедицинскую консультацию. Но что-то, мне кажется, нет у нас, да, 500 телемедицинских консультаций по первичным больным в год, но никак не проходит. То есть не выполняются клинические рекомендации, хотя, в общем-то, воздействовать на это можно. Спасибо.